Вот интересный момент. Пока не было у меня более светлых красок разложено, мне казалось, что картину невозможно вывести из вот этого хаоса. Как только я разложила свет, мне стало казаться, что у меня все тут нормально. Осталось все теневые разложить. Как только к свету добавится теневая, то есть более темная краска, сразу картина приобретет желаемый вид. Сейчас я должна решить, на каком моменте я буду вводить тень. Здесь сделана не столько тень, сколько такой затемненный орел. Но он не касался небесного свода, он касается только самих зданий. Значит, сейчас я прокрашу остальную часть коричневым тоном. Это все теплые тона. Видите? Тут даже еще свет не загорается, потому что у меня здесь нет холодного оттенка. Как только я дам сюда холодный оттенок, вот этот цвет загорится максимально. Естественно, я еще не положила здесь белые блики. Белые это как, если бы я, например, рисовала вазу, и центральный белый блик самый яркий был бы. Вот у меня нарисовано сейчас, значит, вот эти все, я должна повторить, чтобы была красивая земля. Ну, то есть вот эти все отражения мне нужно иметь. И так же у гуголки будет ее, собственно, отражение. Их вот так немножко в разные стороны подрастянуть, потому что у нас это дождь. Можно вот так прочерчивать, вот так. Тоже получается очень красиво, вот если, например, вот все это свистеть и сделать его таким. Видите? Ну, хорошо надо вытирать, чтобы свет такой не пропал натуральный. Тоже вот. И это здание, краешек, сделать его волнистым. Видите, как я необычно поступаю. Вот так вот можно тоже красиво. Если кажется, например, что что-то как-то тут слишком много. Естественно, края будут... Вот так. Сделать более мягче землю. Видите? Я могу лишнее вот убрать. Почище как бы сделать тональность. Тоже очень красиво получается. Это на желание. Вот видите, а вы бы, например, спросили, зачем ты так делаешь? Можно было оставить предыдущее. Кто-то оставит, кто-то сделает вот так. Это все у нас и наши какие-то такие нюансы в каждой картине. Они у нас сегодня так захотел, завтра так. Сегодня я буду рисовать горизонтально, завтра вертикально. Это не значит, что если, например, положено рисовать ее вертикально или горизонтально, или только растушевывать вертикально, и вы будете всю жизнь ее растушевывать вертикально. А я буду и вертикально, и горизонтально, и вот таким колышущим движением, или прямые линии у меня будут четкие. Все будет по-разному. Так, прежде чем приступить к рисованию темноты вокруг, я решу, что мне делать с небом. Небо мое должно быть все равно не все красного тона, потому что это не закат у меня полыхает. Это цвет идет от фонарей. Значит, небо будет у меня... Небо должно быть у меня, края должны быть синие, но в смеси с красным будет фиолетовое. Поскольку красный этот алый, и если я его сейчас смешаю с тем синим, что у меня есть, то он дает некрасивый оттенок. Поэтому я должна сделать фиолетовый, переходной между синим и красным тоном. И здесь приложите фиолетовым оттенком, и только края выйдут синие. Тогда будет смотреться хорошо. Мы не забываем вот этот градиент радужный. Не забываем, потому что... Ну, по-другому у нас эти все тона будут не очень смотреться. Поскольку я сделаю здесь теневую тоже этим синим... Он у меня с коричневым будет соединяться и будет давать такой, знаете, почти черный цвет. В общем, он мне даст хорошо ночь. Вот эту затемненную. Тут даже, вы знаете, тут как бы и не сама ночь это, а все-таки узкое пространство. Вот как арки рисуют, и под арками как бы затемнение больше имеется. Поэтому вот такое затемнение я буду рисовать. Я его буду рисовать синим тоном. Так, синий, красный, желательно холодный. Ну, надо смотреть, у кого какие синие. Такой получится и фиолетовый. Ну, вот такой мне более нравится. Смотрите, я небольшое... Даже, может, небольшое здесь расстояние прокрываю. Мне почему-то хочется его все светлее и светлее сделать. Небо у меня будет рассвечено не в одном направлении. И теперь я могу перейти в более голубой тон и в более синий. Видите? Вот, если краска недомешанная, то у меня здесь и синий кусочек примешался, и полосатый с белым. В общем, нужно не лениться, а хорошо ее вымешивать. Потому что тут вот разные тона мне нужны. И светлее, и темнее. Значит, ближе к горизонту, светлее. Даже если у нас там красный, но мы все равно поддерживаем. Сейчас еще я прокладываю непонятно. Сейчас я наведу синий цвет. Внедрю его сюда. И тогда будет мне понятнее небо. Сейчас еще не очень тут темные края. Я прямо темные. Но они будут уже такими, знаете, кусочками. Сейчас вот небо кажется совсем затемненным. Поэтому я должна сюда больше таких светленьких мазков положить. Видите, они будут напоминать как бы тучки. Здесь они у меня будут с оранжевым тоном. Но тоже я в них примешиваю слегка голубой. Чтобы небо, оно отличалось. Вроде бы оно голубое, но просвечивает вот эти изначальные тона, которые у меня там были. Прикольно получается. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот я возьму образ этого конфетти. То есть смотрите, у меня все равно я поддержала низ более светлый, но не убрала желтой тональности. Дальше я переходной цвет сделала фиолетовый. И тоже тональность не убрала. И он у меня плавно перерос прямо вот сюда, прям в синий. Видите, вот этот угол у меня синий. Тут как бы не особо. Вот так я расцветила небо. Я могу дать, конечно, синий, но пока еще я не рисовала края. Сейчас я буду вносить сюда кардинальный синий цвет. Он у меня вот здесь смешанный. Тоже делаю промежутки, чтобы коричневый оставался. Потому что все-таки коричневый он объединит мне теневую зону со световой. Смотрите, вот эти все места я буду подтемнять. Создает впечатление арки. То есть арку я делаю. Видите, вот я сделала так. Немножко наклон получился, но световым тут его осветлить. Свет голубой. И так же снизу. Свет как вот сюда обходит, так и вот здесь он обходит. То есть вот этот круг, он поддерживается вот здесь теневыми. То, что тут у меня голубое, оно примешивается как бы. И этим оно только украшает здание. Там будет много. Можно чуть-чуть обрать. Уже смешивается с желтым, с зеленым проскакивает. Так, то же самое я должна здесь сделать. То есть по краю мы захолаживаем, чтобы свет был яркий, теплый. Тень должна быть холодная. Вот она так вот идет прямая. А тут пошла уже вот такая. Вот так вот, да, свет. Тоже сделаю с промежутками красными, бортовыми. Ну, бортовыми. Теперь создавать впечатление арк я начну. Значит, те дома, у кого плоскость, то есть вот так будет светло, а вот так темно. То есть вот она, эта плоскость темная. И вот она, эта плоскость темная. Я сделала снизу. Средину не буду делать, затемнять. А затемнила. Начало и так его на нет, на нет. Как раз. Почему так? Потому что это вот тень, тень, тень. Отсюда свет, свет, свет. Снизу больше тени. Снизу больше тени. Под самими, здесь, под самими какими-то такими нависающими предметами. Ну, там карнизы, здания. Сюда так вот больше тени. Видите? Сюда тень идет. И теперь смотрите, как я оттуда вас свет раскрашивала по всем предметам. Сейчас чуть-чуть еще вот тут опущу темноту. Вверх темный. Смотрите, как сразу небо заиграло. Видите? Смотрите. Слегка. Чтоб тоже они не выглядели тут грязными пятнами. Теперь у меня есть фиолетовые. которые я должна проложить, где заканчивается синий, начинается красный. Вот как здесь этот момент. И здесь точно так же. Я должна эти блики выдать кое-где фиолетовыми. То есть я понизу каких-то окон, там где красное, низ. Все нижнее, красное, фиолетовое это красное в тени. То есть все нижние части окон. Видите? Я их чуть-чуть фиолетовым сделаю. Тут вот снизу у меня проблески есть фиолетового. Сейчас это пятна просто украшающие. Они ничего не значат. Они значат красное в тени. И всякие сделаю. There we go. Он там, он там, где он там. Здесь украшаю. Это прекрасное. Вот так. Я перебираю. Вот так. И вот это вот. Даже в землю сюда проблески фиолетовых тонов. Смотри, как получается. Очень интересно. То есть фиолетовые могу ставить на синее и на красное. У меня вот так как бы получается интересно. Если сложно вот эти линии чертить мастихином, нужно кисточкой. Под карнизами. Как там свет мы распространяли. Так здесь оттеневой тень сильнее. Тень такая насыщенная. Заворот зданий. Очень красиво. Все таки вот вот такие рисования очень красивые. Значит здание поверху я сделаю темное. Я представляю, что у меня ведь тут крыша к небу обращена. Значит она темно-синяя. И такая размытость удаления оттуда вдаль. Такое темно-синее тут контур здания. И тут такой контур тоже темно-синий. Видите, я изначально коричневый тон тут у меня был. И теперь я его подсвечиваю. Он идет тут дальше. Еще вот так. Вот так очень красиво. Если изначально небо было темное, а вот здесь было все светлое, то теперь вот небо светлее, чем вот эти края. Видите, затемненные. То, что нужно мне было. я могу добавить более сочности. Вот так. Каких-то таких полосочек у них. И также сделать полосочки от фонариков. Их можно не выписывать, потому что они могут так быть изначально казаться, что они есть. Видите, там дальше можно не делать. Один можно выписать, если хочется. Я рисую без очков. Это значит, я плохо вижу. Я рисую цветовыми пятнами. Поэтому вы можете тоже так. Ну, если, естественно, мне нужно что-то выписать, тогда я уже буду иметь хорошее зрение. Все. Мне осталось нарисовать фигуру. Вот здесь сейчас я нарисую. Я беру очень-очень тоненькую кисточку и чисто нарисую вот здесь вход фонарь. Такое окаймление. можно нарисовать всякие провода тянущиеся кругом, беревки бельевые, на них повесить какие-то вещи. Если рисовать вот так что-то такое жилое, знаете, вот бывает между домами натянутости всякие. Здесь, возможно, это тоже все есть. Я думаю, что не стоит, поскольку тут и так много всяких пятен, не стоит это все усугублять. Теперь я рассуждаю над фигурой. Редактор субтитров Корректор А.Егорова